Губернатор Ямала продолжает свой честный маршрут по округу. Накануне глава региона приехал в наш город. Визит Дмитрия Артюхова в Муравленко начался с посещения нового здания городского архива. А после губернатору представили дизайн-проект реконструкции городского парка и его визуальную концепцию. Масштабная реконструкция здания бывшего телецентра началась в мае 2019 года. За это время здесь выполнен колоссальный объём работ. Здание архива ещё пахнет ремонтом и новой мебелью. В просторном современном здании, оснащённом по последнему слову техники, будет размещен весь архивный фонд с соблюдением необходимых федеральных требований. Губернатора знакомят с хранилищем аудио и видеоматериалов, рассказывают, как ведётся реставрация и оцифровка документов. Демонстрируют компьютизированные устройства нового поколения. Сегодня фонд архива насчитывает около 30 тысяч дел. Значительная часть фонда – личные документы горожан. Это что за домовая книга? Это расчёты заработной платы. Видите, требуется реставрация, потому что через какое-то время документы пользуются невозможно. Какой год? Это вот сейчас мы с вами можем посмотреть даже какой год. 93-й год, участок, по-моему, зона, ИТР, что за предприятие. А это городской парк. Превратить Муравленковский парк культуры и отдыха в место притяжения для детей и взрослых, сделать пространство комфортным и удобным для отдыха, занятий спортом и проведения массовых мероприятий. Такая задача была поставлена перед специалистами архитектурного бюро Пергаева в начале года. Мы провели брифинг заказчика, по сути, спросили все пожелания, требования. Помимо того, что мы учитывали пожелания заказчика в обязательной администрации, мы прислушались к результатам общественных опросов, прочитали то, о чём говорят жители, чего им не хватает, постарались это максимально учесть в проекте. Максимально архитекторы сохранили уникальность территории парка и зелёные насаждения. В то же время разработали различные зоны активности с учётом продолжительности светового дня и температурных особенностей. Общая концепция парка родилась от бренда, ставшего узнаваемым и за пределами Ямала. Хэштег «Месторождение 1984». «Разработали главную идею проекта, которая звучит как месторождение отдыха. Так как большая часть городов Нинау была образована благодаря месторождениям. И как месторождения дают городу работу, дают городу возможность формироваться, так парк даёт возможность жителям отдыхать». Архитекторы предусмотрели массу детских игровых площадок. Полностью переоборудован пляж. Здесь есть место для купания, смотровая зона, пункт проката катамаранов и лодок, медпункт со спасательной вышкой. В парке предусмотрено место для обустройства кафе и ярмарочная площадь. Дизайн-проект изменил центральную площадь парка. Здесь архитекторы предлагают разместить не только сцену, но и для удобства зрителей построить трибуны в виде амфитеатра. Проект обсудили и с жителями города. Именно муравленковцы высказали свои мнения в социальных сетях о содержании парка, в том числе и в рамках проекта «Уютный Ямал». Жители действительно предлагали очень много разных идей. Мы очень внимательны. Из всех соцсетей, которые были, мы сделали выборку. Мы полностью проанализировали все, что предлагалось и, соответственно, передавали это нашим ребятам, кто занимается этим. И вот теперь я могу с уверенностью сказать, что подавляющее большинство тех идей, которые были предложены, они нашли свое отражение вот тут. Губернатору детально рассказали о концепции реконструкции парка. Дмитрий Артюхов отметил, что проект очень хороший и его обязательно поддержат. Здесь же в парке состоялась церемония награждения жителя города Виталия Бартащука, который в мае, рискуя собственной жизнью, спас двух мальчиков, которые провалились под лед на озере. Губернатор вручил герою почетную грамоту. Спасибо вам. Настоящий, смелый, настоящий мужчина. Ну, на моем месте другой нормальный так же бы поступил, как говорится. Других вариантов не было. Спасибо вам. Сам себя Виталий героем не считает. Говорит, главное, что удалось спасти детей. Любой нормальный человек поступил бы так же. Ну, как говорится, у меня вот знакомые говорят, ну, к сожалению, в наше время бывает такое, что когда трудная ситуация, люди достают телефон и просто снимают. К сожалению, бывает такое. Ну, нормальный человек, конечно, будет помогать, а не снимать просто все на видео. Эрнест Бавшин, Антон Иванов, Новости Муравленко.